МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы трубы не ржавели, в Караганде тестируют аппарат, который позволит реже делать ремонт водопровода. Зохар и Хельга — первые космомодницы. НАСА протестирует противорадиационные жилеты на манекенах. Манекены испытают космическую одежду. НАСА собирается отправить в полет вокруг Луны специальные противорадиационные жилеты. Цель узнать, смогут ли они спасти людей от губительного воздействия космической радиации во время длительных межпланетных перелетов. Манекены должны облететь Луну на космическом корабле «Орион» в ходе миссии «Артемида-1». Это случится в следующем году. Манекенам, что отправятся тестировать космоодежду, даже дали имена Зохар и Хельга. Данные будут собирать с помощью 5,5 тысяч радиационных датчиков. Зохар будет облачен в защитный жилет «Астро-Ред», а Хельга останется обнаженной. Это поможет исследователям оценить эффективность защиты. Противорадиационные жилеты создала компания «Стемрайт». Её представители утверждают, что жилет защищает грудь, костный мозг, желудок, яичники и другие уязвимые органы, содержащие стволовые клетки, благодаря экранированию переменной толщины. Защитные элементы созданы из особого твёрдого полимера. По словам Томаса Бергера из немецкого аэрокосмического центра, жилет рассчитан на женщин, но его можно также приспособить и для ношения мужчинами. Эта космоодежда создана для работы в космосе во время радиационных бурь. Теоретически она способна предотвратить развитие рака. Магнитная фильтрация. В Караганде нашли способ увеличения срока службы трубопроводов на 30%. Достаточно удалить из воды оксид железа и карбонат кальция. Сделать это можно с помощью магнитного сепаратора. Это небольшой аппарат, который встраивается в систему водоснабжения дома и делает питьевую воду чище. Жители многоэтажек Караганды ежедневно потребляют сотни кубометров холодной воды. Трубы в ходе эксплуатации, конечно, ржавеют. В результате вода становится хуже по качеству, а трубопроводы периодически приходится ремонтировать. Решить эту проблему оказалось проще простого. Надо встроить в систему так называемый магнитный сепаратор. По инициативе АО «Казахстанский центр модернизации ЖКХ» установлен магнитный сепаратор, который предназначен для обработки воды. То есть это оборудование, которое собирает в воде имеющиеся частицы железа, тем самым увеличивает срок службы труб и предотвращает аварийность. Этот небольшой агрегат устанавливают в подвале дома. Он улавливает микрочастицы железа. Принцип действия основан на использовании сил магнитного поля. Содержащиеся в воде металлические включения оседают на специальных стержнях внутри устройства. Порядка 95% железа было очищено с воды. Данная технология является новым в Казахстане, поэтому мы сейчас максимально настроены на то, чтобы данная установка была установлена во многих жилых комплексах для модернизации теплосетей, а также водоснабжения. Такой магнитный сепаратор рассчитан на 15 лет бесперебойной работы. Достаточно периодически чистить магнитные стержни от собранных примесей, говорят специалисты. Оборудование сертифицировано. Достоверность сведений в документации к аппарату решили проверить опытным путем. Агрегат установили в подвале одной из многоэтажек шахтерской столицы. На сегодня все. Смотрите хай-тек на телеканале Хабар 24. Не забывайте, если вы основали технологичный стартап или создали что-то полезное, пишите нам, а вас узнает вся страна. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова